Всем приветики дорогие друзья! Сегодня я не одна. Муж, куда мы сегодня едем? Куда завезут? Куда завезут. Сегодня мы едем и везем вещь раздора школы на заправку. Вот едем мы его сейчас, а не пожитие, заправим. И хочу сказать большое спасибо вам за теплые комментарии, за советы. И большинство комментариев сходится к тому, что бы я Антошу не наказывала. Сегодня сговорил с учительницей, казалось, реально он не виноват. Ну, виноват в том, что он вообще сунул свой нос туда, куда не надо, вот. А так бы он его не трогал. Ну, все равно мы оказались крайние, больше с родителей никто не оказался, что да, давайте я поеду, или я поеду там из всех трех родителей, что поедем заправим. Нет, почему-то оказалась одна я активная в этом деле. Ну, ладно, мне в этом, наверное, на том сети, боженька, плюсик. Зачтется. Зачтется, да, за мои хорошие поступки. Вот, ну что, и едем в архитектурное. Потом, когда приедем домой, я вам хочу, наверное, показать план своего дома. Сараи, гаражи, там, ну, что у нас, что будет. Хочу с вами поделиться. И, ну, конечно же, от вас буду ждать комментарии по этому поводу. Вот, нравится вам, ну, может. Ну, я знаю, что одному человеку точно понравилось. И она, ну, с руками и с ногами за такую планировку. Ну что, до встречи. Что ты, папа, несешь? Ребят, косяк ребенка. Косяк ребенка несем в школу, да. Короче, заправили. Сейчас. Ты там закрыт еще? Нет, уже открыта школа, пошли. Ребят, хочу заснять, показать вам школу нашу. Смотрите, какая трещина по потолку. Вон там вообще как расходится. Видите, как падает здание? И это здание я сейчас выйду на улицу и покажу вам, как оно находится. Это вот здание, то самое, где идет, вот здесь вот сверху трещина. Получается, вот это вот, оно вот падает вниз. Хоть оно и стоит на сваях, хоть оно и, я не знаю, как тут оно, на чем держится, но дело в том, что оно как бы на весу. Представляете, если вот это вот. Штука, да, с тремя окошками. Не хочу говорить это слово, не дай бог оно рухнет. Будут идти малыши в столовую, в спортзал, и оно может рухнуть. Даже вон видны какие трещины на нем, на здании. Не знаю, видно вам, не видно. Ой, зонтик мой. Вон, все в трещинах. Все сыпется. И вот не знаю теперь. Я такая доходная Юлька, как мой Антон. Вот ты, я не знаю, напиши на дело образования. Вот. По поводу этой стены. Они были, закрыли его. Дети около четырех недель или три недели ходили через улицу. Вот так вот оттуда вот выходили. Вот отсюда вот, да, здесь есть вход. Выходили, и вот по этой дорожке у нас туда, в старшую школу, ходили на, ну, в столовую обедать и ходили на физкультуру, в спортзал. Ну, а сейчас дожди, холодно, не будешь ты же малышей через два урока бегать туда-сюда. Вот. Бегают через тот переход на весной. И я не знаю, у меня, я ребенка каждый день веду в школу, и у меня сердце кровью вливается от мыслей, не дай бог, что-нибудь случится. Так, Саша повел Гарину уже в машину, а я бегу их догонять. Вот, ребята, вот я еще заехала на свою работку, на смотуль. Я когда буду поздравлять, веншують со святым днем матули, да, днем мати. И вот такие, вот, чудовные, смачные цукерки нам уручили, подогнали, все, не могу больше. Короче, есть такие вот, чего там, ожидаю вам, чего, щодрости и богаття, вот, щодрости и богаття, честь нелепших почутцев, теплого, як солнца, по зирку, як сонника, по зирку, по зирку. Видите, я даже... Счастья и добро быту. Счастья и добро быту. Я такая белорусочка, что даже не умею читать на белорусской мове. Поехали до хаты, до дому. Что скажешь? Бывайте здоровы, живите богато, а мы отъезжаем до дому, до хаты. Вот так. Ну вот, ребята, приехали мы уже с архитектурного здания этого, где рисуют проекты. Это мой проект, его рисовала я, а тут уже, она нам тут немножко писала расчеты, тут что-то черкала, тут свое писала. Вот где будут у нас эти, как говорится, вин-каналы. Ну вот такое вот. Короче, объясняю наш проект. Это у нас дорожка с улицы. Так вот мы по лесенке поднимаемся. Это у нас сразу заходишь, тепленькая прихожая. Здесь примерно будет стоять шкаф какой-то там, снять одежку с себя, разуться, присесть. И все, тапочки, хвостеньки, как угодно кому. Заходим. Это вот все у нас большой такой, тут узковатый, здесь вот большой такой коридор. Это у нас санузел. Это у нас ванная. Вот, по прямой дверь в котельню. И выход тоже у нас в котельной на улицу, на террасу, вот сюда вот к сараем, к бане. Вот, получается у нас, даже если у нас какое-то хозяйство есть, мы все так вот, грязненький в котельную зашел, тут какой-то шкаф разулся, разделся и чистенький в дом зашел. Сюда заходим, у нас здесь кухня. Здесь у нас будет гостиная. Комната. Комната. Вот, все получается тут. Комната вышла на коридор, никому не мешаешь, тут каждый сам себе. Вот такой вот проект дома я нарисовала. Ну, чего одела? Придумала. Придумала, да. Ну, тут только что с окошками как-то, наверное, тут будет два. Ну, я уже не помню, как она там себе на отдельном листочке перерисовывала. Она нам подсказывала, что лучше, как там, стенку потолще, потонше. Я толщину стенок вам тут сказать не могу. Ну, вот примерно вот такой вот у меня проект дома. Прихожая, коридор, санузлы. Ну, тут ванная. Тут какая-то, наверное, душ она будет, не знаю. Вот так вот. Примерный размер дома 10,50 на 10,50 по наружу. Вот, в доме там как-то он получается немножко по-другому. Там, получается, она говорила, комнаты не по 3 метра, а чуточку больше она. Ты по 3,50, наверное, говорила, да, или 3,20. Ну, вот как-то она, ну, комнаты больше сделала, потому что стенки чуть потонше. Ну, как-то вот, как-то вот так вот терраса. Так вот, топ-топ-топ сюда у нас где-то будет стоять сарай, хозпостройка. И то, что у меня вот здесь вот нарисовано, это у нас нарисованный гараж. Здесь дровать послаживать. А такая вот 6,40 на 4,40 по наружу. Баня. Типа, заходишь тут топочная, разделся, тут у нас помылся, тут у нас попарился, и чистенький, тёпленький зашёл в комнату отдыха, посидел, шашлычка покушал. Вот, как-то вот так вот. Либо тут Саша говорит, дроветню не делать, а сделать здесь такой вот, поставить под навесиком мангал какой-то. Ну, пока ещё не знаем, но это примерно у нас такой план. Дорожки я вот так вот уже понарисовала, куда пойти. Но вот эта вот в архитектуре сказала, что вот гараж, баню нельзя строить в одном уровне с домом. Их нужно относить подальше. Ну, примерно мы рисовали, вот здесь вот уже она показала, где-то в таком вот плане будет, типа вот сарай и, ну вот баня, гараж, типа вот так вот поставить буквой Г. Вот здесь вот получается в конце участка, под верхом поставить так вот сарай и вот сюда вот к нему вот так вот построить эти вот гаражи, сюда вот всё это перенести. Ну, тоже нормально получается. Топ-топ пошёл тут к сараем, тут к этим баням. И так дорожку наискосок поставил. Тут какую-нибудь, получается, если вот так вот дорожку рисовать, вот так вот здесь будет баня, да, гараж, получается, где-то здесь будет. Тоже нормально так к гаражу пришёл. Тут баньку помылся, короче. Ну, вот как-то такой вот квадратик у нас получается для зеленой зоны. Ну, в принципе, и тут получается много зеленой зоны. Так, вот тут может какой-то огород. Короче, и вот здесь вот такая большая зона. Ну, примерный план проекта наш. Тут она тоже живет. Тут уже было-было лучше видно, пока я успела, не успела заснять, как оно было у меня было. Вот, потому что тут уже поначеркивали. Я, она тут свои данные какие-то писала для себя. Вот, такой вот. Ну, сарай это, само собой, это уже не столь важно. А вот такой вот проектик получается дома. Как вы считаете? Нормальненький такой. Ну, она сказала, что какой-то маленький. Ну, в принципе, сказала, компактный. И комнаты такие, в принципе, немаленькие, получается. Ну, три на... Кухню на 5 квадратных. Чего? Два, четыре, на пять, да? Три на пять, получается, две комнаты. Тут, получается, три на шесть гостиная. Ну, примерно три на шесть. Она, наверное, чуточку больше будет. Будет не три, а чуточку больше. Ну, и кухня у меня получилась три на четыре. Такая вот. Типа здесь вот кухню поставим. Может, даже угловую такую. Здесь обеденный стол. Мы сразу хотели вообще, чтобы этой стенки не было. Чтобы кухня была совместной с гостиной. Но по новым правилам она сказала, что нельзя совмещать кухню с гостиной. Что должна быть стенка. И хочешь в гостиную, начнется вот топай. Топай вот так. Ну, что? Папа кушает чипсы. Улегся тут, гляньте. Ляжите он. Попу выставил. Устал сегодня со мной кататься, да? Ну, что, ребят. Будем на этом с вами прощаться. Сейчас за Доминикой, короче, в сад троллевать. Да? Ну, что? Всем спасибо за комментарии. Кстати, хочу еще раз поблагодарить вас. За вашу поддержку. По поводу Антохи. Да, папа вчера вечером пришел. Говорит, Надя, ну давай мы вот правим. Ну, что мы, как написала Кристина. Что мы... Кристина писала, да? Что мы увидели, кроме сарая. Да ничего мы не видели, да? В принципе, оно-то и так и есть. Но мы до самого последнего момента... Ему не скажем. Мы ему не скажем ничего. Вот. Ну, будем с вами прощаться на этом, да? Всем спасибо большое. Мы вас всех любим, целуем. Вау. Успели с вами поговорить. Антоша. Папе. Хау. Привет, да? И пока. Да? Как дела в школе, расскажи. Сколько недушителей. Сколько недушителей сегодня испортили. Мы-то с мамой новый привезли. Как вам сказать? Как вам сказать? Ноль. Ноль. Ноль натушителей испортили, да? Да. Ой, короче. Всем пока. Всех вас люблю и целую, как говорит Оля. Слушай, я... Оля за разные слова говорит, да? Всех вас люблю и целую. Всем до новых встреч. Всем пока. Я заразилась её прощальными словами. Олечка, тебе привет. И Катеньке привет из семья Даниловых. Завтра у кого-то день рождения. У меня, что ли? Нет, у Катеньки день рождения. Только не знаю видео, чуть пеет выйти. Ну, это мы снимем отдельное видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok